Всем привет! Несмотря на перерыв на прошлой неделе, мы продолжаем серию встреч с экономистом Олегом Искоки, и у нас, ну так мы хотим чередовать день, в смысле неделя лекция, неделя его ответа на ваши вопросы. Вот сегодня как раз будет такая условная лекция, то есть Олег делает довольно обширный экскурс в какую-нибудь тему, а внизу вы можете задать вопросы как по теме лекции, так и нет. За неделю мы из ваших комментариев под этим роликом отберем самые интересные вопросы, Олег выстроит их по ранжиру и на какие-то успеет ответить в следующем выпуске, я надеюсь, на следующей неделе. Привет, дорогой Олег! Да, привет, Саша, привет всем! Итак, что же сегодня мы будем рассматривать, о чем сегодня пойдет речь? Ну, мы, я давно планировал поговорить про, что такое ВВП, валовый внутренний продукт, который все говорят, говорят там про рост, про уровень, сравнивают между странами, когда-то поправляют на паритет покупательной способности, когда-то нет. Короче, много тем и вообще почему экономисты, экономическая статистика так зациклена на этом показателе, почему мы его измеряем, все страны, это как бы основной показатель, который большинство стран на макроуровне меряют и вообще почему этот интересный показатель и как бы многие другие вещи игнорируем. Когда я это рассказал Саше, он сказал, ну, кому может быть это интересно? Я попытаюсь Сашу заинтересовать сегодня. Ну, дело не столько в этом, а дело в том, что мы погруженные в ежедневную текучку новостей, такое, ну, ВВП, я знаю об этом, что-то постоянно об этом упоминают, ну, да и черт бы с ним. Вот, но Олег сказал, что у всех этих базовых показателей есть вполне себе ежедневное применение. Вот мы об этом сегодня и поговорим. Ну, я не знаю, насколько это применение или нет, но, мне кажется, есть какая-то полезная, интересная информация про это. Вот. Да, и действительно, любопытно, что вот почти всю историю человечества люди жили, не измеряя ВВП. Вообще, эта концепция, она появилась, наверное, около ста лет назад, в 1920-е где-то годы, и способ ее измерения. Тогда как раз получились то, что называется национальная статистика или национальные счета. То есть, раньше был какой-то бухгалтерский учет на уровне фирмы, но на уровне страны никто это не производил. Вот. Ну, и в частности, было две основные потребности. Одна это, чтобы понять, сколько есть денег на войну, надо было мерить ВВП, чтобы понять, сколько из них военных расходов. Как обычно, военный сектор, он часто требует от государства каких-то там инноваций и так далее. Вот. А во-вторых, государству интересно было понять, что происходит с цикличностью экономики, да, когда происходят какие-то кризисы. И вот если раньше были данные, можно было понять примерно, какие зарплаты в разных отраслях и какие цены, и вот эти данные, они существовали много лет. То есть, были записи данных о том, например, какие процентные ставки много столетий назад, какие зарплаты в сельском хозяйстве в разных городах, какие цены на разные сельскохозяйственные товары. Это такие старинные данные, которые у нас есть на много веков назад. А вот, например, понятие о том, сколько страна в целом производила, таких данных у нас нет. Они идут только порядка, ну, в США они идут на 100 лет назад, в большинстве других стран у нас, может быть, они есть на 70 лет назад и так далее. А до этого историки, они пытаются примерно понять, какой был рацион потребления у людей, сколько калорий они ели, условно говоря, и на основе этого считать благосостояние. Они иногда меряют рост населения, потому что рост был напрямую скоррелирован, даже до 20 века был напрямую скоррелирован с потреблением пищи, и это как раз отражало благосостояние в среднем населении. То есть, люди недоедали, и там, где они были выше, это, значит, были показатели более высокого роста. Вот где-то более есть прямые данные о том, сколько товаров они потребляли. В первую очередь, это, опять же, еды. И вот на этом мы смотрим, как бы, на исторический рост таким образом. А ВВП больше, чем на 100 лет назад, мы не можем посмотреть. Вот откуда пошла пословица, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Да, но, то есть, очевидно, что благосостояние мира в плане пищевого, в большинстве развитых, по крайней мере, стран, это все равно относительно недавняя вещь. И, то есть, еще не весь мир избавился от голода, он происходит в некоторых регионах мира, но, в принципе, человечество производит заведомо больше еды, чем это нужно всем людям. И уже, естественно, мерить по потреблению пищи ВВП становится глупо. И к этому мы еще вернемся, что со временем и тот ВВП, который мы 100 лет назад научились мерить, он становится более релевантным, менее релевантным в 21 веке. Потому что, опять же, наша структура потребления меняется, но об этом я по порядку расскажу чуть позже. Ну и, соответственно, была такая идея, что нужно померить ВВП как производственную способность страны. Насколько страна может производить много товаров и услуг, ну, в частности, если есть какие-то государственные потребности по изыманию налогов или товаров, или труда, например, насколько у государства есть такая возможность. Для этого нужны были вот такие национальные статистические учеты или счета. И ВВП это такая концепция, которая, с одной стороны, меряет совокупные доходы страны. То есть, если посмотреть на все заработки в плане зарплаты, заработки доходности на капитал, то есть, если у кого-то есть какой-то станок или машина, и он может его дать в аренду, он какие-то деньги за это получает. Квартиру, если кто-то сдает, то эта квартира, значит, капитал человека, и он может ее сдать, это будет тоже частью заработка, и это попадает в ВВП. Ну, да, и какие еще есть части заработка, да, ну и прибыли фирм тоже попадают в это. И, значит, ВВП, с одной стороны, можно померить по заработкам, а с другой стороны, его же можно померить по расходам, да, то, на что эти заработанные деньги тратятся, это потребление, это государственное потребление, потому что государство покупает товары и услуги, и это инвестиции, сделанные либо частным сектором, либо, значит, государством. И дальше есть еще чистый экспорт, то есть экспорт – это часть производства, а импорт с минусом входит, как бы получается, что если страна много импортирует, то эта большая часть потребления ушла на заграничные товары, которые не произведены в домашней экономике, и поэтому они не являются частью ВВП. Таким хитрым образом это меряется, то есть если страна много экспортирует, то ВВП больше, если она много импортирует, то при прочих равных ВВП меньше. Вот, ну, значит, но почему мы все это меряем, это не отвечает на этот вопрос, да. То есть идеей была такая красивая статистическая картинка, чтобы знать, что в экономике происходит, может быть, это полезно, но есть три основные причины, почему мы меряем ВВП. То есть, во-первых, идея такая, что мы хотим померить, как экономисты, одна из концепций, которой мы заинтересованы – это благосостояние населения. Значит, это на самом деле вопросы, которые пришли в экономику, вот, наука называлась политическая философия когда-то, до того, как экономика появилась. Вот это 300 лет назад часть такой политической философии превратилась в экономику. То есть Адам Смит, он был профессор, по-моему, это называлось политической философии. Он был, считается, первый экономист, и потом, через столетия после него, это оформилось в такую цельную науку, которую мы стали 100 лет назад, где-то 120 лет назад называть экономикой. Вот, до этого это была политическая экономия. Вот, и, значит, хочется померить благосостояние. Счастье людей напрямую мерить очень сложно. То есть, экономисты иногда пытаются напрямую задавать вопросы о счастье. Кстати, Дэнни Каннеман, про которого мы говорили в прошлый раз, он много, часть его научной карьеры, он занимался вопросами счастья, можно ли это померить и объяснить и так далее. Но это вообще отдельная часть науки, многие экономисты этим интересуются. Но, поскольку счастье мерить сложно, и это концепция, в которой слишком много всего включено, то экономисты делают простую предпосылку. Они говорят, что в целом люди любят потреблять, и больше потреблять лучше, чем меньше. Им потреблять какие-то товары, услуги. И в целом, и каждый человек отдельно, и экономика в целом, хотят больше потребления, это лучше, чем меньше. Поэтому, если страна производит больше, в частности, ВВП больше, то это некоторый ресурс, который можно потом потреблять. То есть, страны в целом, которые производят больше, должны потреблять больше. Если мы хотим померить благосостояние, ВВП может быть такой полезной промежуточной точкой для измерения благосостояния. Более того, когда мы знаем, сколько страна использует рабочих рук, рабочих усилий, труда мы это называем, сколько там земельных ресурсов и капитальных ресурсов, то дальше ВВП это некоторое превращение вот этих ресурсов, трансформированное производительностью страны. И если ВВП растет, если мы видим, что количество людей не растет в экономике, а ВВП растет, то это, как правило, означает рост производительности в экономике. И нам интересно мерить производительность, насколько лучше производительность стала в какой-то год по сравнению с предыдущим или на каких-то долгих интервалах. Это, значит, вторая вещь, которой экономисты интересуются. Ну и, наконец, и это очень важная вещь, которую надо понимать при экономистах, экономисты сильно отличаются от других ученых. Другие ученые, они, как правило, пытаются просто понять, как устроен мир. То есть это могут быть и естественные науки, которые пытаются понять, как физический мир устроен и там более точными законами описывается. Но это могут быть и социальные науки, в которых пытаются понять законы поведения людей. Но экономика — это одна из немногих наук, где люди хотят не просто понять, как люди себя ведут, но еще какие интервенции можно сделать, чтобы улучшить качество жизни людей. То есть в этом смысле, ну, в некотором смысле экономисты хотят думать о себе как о врачах, но с точки зрения экономики. Что они смотрят, какие интервенции улучшат благосостояние и делать эти интервенции. Вот эта часть экономики, которая этим занимается, она называется нормативной экономикой. То есть позитивно — это понять, как мир устроен. И такие экономисты, которые думают о себе, что они вот такие чистые ученые, они хотят только позитивной экономикой заниматься. Но у большого количества экономистов есть соблазн еще сделать всякие советы, давать по поводу экономической политики. А чтобы давать советы по поводу экономической политики, мы должны уметь померить, как одна или другая политика повлияет на благосостояние людей. Мы хотим. Но поскольку благосостояние напрямую померить сложно, то мы хотим мерить ВВП. И смотреть, значит, вот какие-то... Если государство принимает меры по развитию экономики, насколько они приносят рост, а насколько, может быть, нет. Вот, это третья причина, почему мы меряем ВВП. У меня тут есть подсказ, это шпаргалка о том, о чем я хотел поговорить. Да, про это я все поговорил. Да, ну и, соответственно, что получается, что с одной стороны мы хотим померить уровень ВВП, чтобы понять в некотором смысле уровень благосостояния людей, и чтобы сравнивать между странами. Вот на сегодняшний день, какие страны имеют более высокий уровень, ну, по крайней мере, материального благосостояния, а какие имеют более низкий. Для этого мы используем ВВП. Иногда мы, значит, используем такое понятие паритет покупательной способности, чтобы сравнивать, как люди живут в разных странах. Ну, поскольку, значит, если выпуск большой, но в стране высокие цены, то есть, с одной стороны, как бы доходы высокие, но и цены высокие. То есть, поскольку выпуск мы все-таки меряем в каком-то денежном выражении, чтобы складывать между собой разные товары, мы используем денежные единицы, потому что просто сложить яблоки и апельсины нет смысла, но можно сложить стоимость яблок и стоимость апельсин. И поэтому в некотором смысле это нужны деньги, чтобы посчитать ВВП без денег. Это было бы сделать сложно, как бы прийти к каким-то единым единицам. Но, с другой стороны, нам надо понимать, значит, в стране высокий уровень цен или нет. И есть такая закономерность, что в более богатых странах более высокий уровень цен, что там, где люди зарабатывают больше денег, им приходится частично больше платить за товары. И то есть, если страна в 10 раз богаче, то уровень цен примерно в 2 раза выше. Примерно такая закономерность. То есть, когда доходы в стране в 10 раз выше, то и товары стоят в 2 раза дороже. То есть, в реальном выражении, страна получается как будто бы в 5 раз богаче, а не в 10. Это некоторое свойство, почему нам нужно считать паритет покупательной способности. Значит, поскольку это было в новостях, я хотел рассказать одну вещь, что мы сравниваем по паритету покупательной способности. Мы сравниваем ВВП на душу населения. Нет никакого смысла сравнивать общий ВВП между странами по паритету покупательной способности. Мы должны сравнивать ВВП на душу населения, потому что в странах разное количество людей живет. Нет никакого смысла сравнивать совокупный объем ВВП, потому что мера благосостояния должна быть как раз на душу населения. А когда мы говорим о всем ВВП страны, мы как бы говорим о общей покупательной способности страны, но она-то как раз должна быть померена в деньгах. И в этом случае, когда мы говорим о размере страны, мы не используем паритет покупательной способности. Поскольку возникало в новостях в прошлом году такое короткое объяснение. Ну и дальше, естественно, есть показатель роста. И вот когда говорят про рост экономики, как раз говорят про рост ВВП. Но теперь есть целый ряд интересных вопросов. Вопрос, который задает мне Саша, он состоит в том, а кроме ВВП что-то еще важно? Ну, понятно, что благосостояние от других вещей зависит. Ну и, во-первых, естественно, нас интересует не сколько страна производит, а сколько страна потребляет. Если очень много произведено, но это не идет в потребление, а уходит куда-то, и можете сами себе представить миллион разных примеров, куда это может уходить, то, в принципе, это благосостояние не выражается, потому что на потребление людей это не влияет. И действительно, есть ряд стран, в которых производство очень высокое, а потребление, оно пропорционально сильно ниже. Ну и вот, естественно, как можете себе представить, Китай это один из примеров, где есть и большой ВВП, и быстрый рост ВВП, но при этом уровни потребления существенно ниже, чем во многих, уровни доли потребления ВВП существенно ниже. Да, это страна, которая, во-первых, очень много сберегает и инвестирует, и это как бы забирает часть ВВП из потребления, а во-вторых, очень много экспортирует и не так много импортирует. То есть, часть выпуска еще уходит как бы из вне страны. И в некотором смысле это, можно об этом думать, как некоторая политика роста в Китае таким образом устроена. Но дальше возникает вопрос, от этого роста людям хорошо или нет. Если политики зациклены на ВВП как на мере успеха, и как бы получают продвижение по службе, когда ВВП большой, то ВВП можно искусственно завышать, не приводя к росту благосостояния населения. И это как раз, есть несколько стран вот с таким свойством. Китай классический пример, другой классический пример это Сингапур, где гораздо более высокие уровни ВВП на душу населения, чем потребление на душу населения. Это то, о чем, конечно, экономисты должны заботиться. Но кроме этого, мы предполагаем, что люди хотели бы много потреблять, но при этом не очень много работать. Поэтому другая вещь, на которую мы смотрим, это какие часы люди работают. И вот за последние 50 лет систематически, например, в Америке люди не стали работать больше, они стали работать чуть-чуть меньше за 50 лет. Но в Европе рабочие часы упали на типа 30%. То есть там рабочая неделя в Европе, она около 30 с небольшим часов, то есть 32, по-моему, часа в неделю, рабочая неделя в Европе. Да, Европу все больше забивает вообще. Вот, теперь мы поговорим к важному вопросу, про который мы сейчас поговорим. Ну и вот, казалось бы, относительно этой мере, действительно, европейцы потребляют примерно на 20% меньше, но и работают на 20% меньше. И можно вполне себе представить, что с точки зрения понятия европейцев о благосостоянии, их выбор ничуть не хуже, чем американский выбор, несмотря на то, что это приводит к более маленькому ВВП, ничего страшного. И вот как раз в Европе основные дебаты, они идут на следующий счет, что в целом совершенно не очевидно, что высокий ВВП и большой его рост, ну на тех уже уровнях, где находится Европа, он лучше для благосостояния, чем меньше работаешь, меньше зарабатываешь, но и меньше неравенства, например, в экономике. Довольно-таки высокие уровни потребления, очень много услуг, которые предоставляются государством, и из-за этого можно жить с более низкой зарплатой, чем, например, в Америке. И вполне себе можно представить, что на каком-то уровне это становится правильным выбором для многих стран. При этом интересно, что в некотором смысле страны, которые растут очень быстро, как правило, растут с низких уровней. То есть самые высокие темпы роста как раз в странах, которые и потребляют не так много, и рост потребления не такой большой, и как бы они работают на будущее. И вот если бы мы посмотрели на и Европу, и Америку после Второй мировой войны, то во многом они так выглядели, особенно так выглядела Германия и Япония в тот момент. Со временем сейчас вот так выглядела Корея в какой-то период, и сейчас выглядит Китай таким образом, что эти страны, которые очень много работают сейчас, как бы за благосостояние в будущем, что это такие инвестиции вперед. А вот Европа, она свое уже отработала, и сейчас пожинает плоды этого высокие уровни благосостояния. Но при этом возникает вопрос, делает ли это Европу экономически нерелевантной в долгосрочной перспективе, что она просто сожмется в плане своего экономического размера, в какой-то момент станет маленькая и гораздо менее релевантная. И вот в Европе это как раз большие дебаты, как бы есть ли самоценность роста сама по себе, чтобы не стать маленькой страной. Либо, на самом деле, рост нужен только для роста благосостояния потребления населения, и, соответственно, рост за счет слишком больших усилий на рынке труда или слишком большого накопления капитала за счет более низкого потребления, может быть, это не имеет в себе самоценности. Это вот на самом деле такой, ну, в некотором смысле, это долгосрочный экзистенциальный вопрос для Европы, как они об этом думают. Ну и, конечно, когда люди смотрят на Европу, они понимают, что уровни благосостояния очень высокие, но не очевидно, насколько это можно будет поддержать в долгосрочной перспективе, особенно, когда и США, и Китай растут быстрее. Вот, и в целом Европа – это один из самых медленно растущих регионов мира, но при этом, естественно, база очень высокая. Вот. Ну, надо сказать, что этот вопрос имеет и вполне себе человеческое измерение, потому что люди все время сталкиваются перед, стоят перед разными выборами. Один из них такой – это, значит, работать до могилы, ну, вот, работая на какие-то будущие поколения, или на себя в глубокой пенсии, или в какой-то момент остановиться и начать доншифтить. Вот. Ну, в современном обществе и у людей, работающих, эти вопросы довольно часто стоят. Так что, в принципе, и на одного человека можно это применить. Кстати, то, что мы видим из данных, что пандемия очень сильно поменяла то, как люди принимают решения, около, ну, в Америке около полутора миллионов людей, это довольно-таки большое, это полтора процента рабочей силы, не вернулись на рынок труда, ну, вот, в том возрасте, там, старше 50 или 50 с чем-то лет. То есть, это люди, у которых было уже достаточно накоплений, чтобы можно было не работать. И очень большое их количество решило не возвращаться на рынок труда, потому что они поменяли свое представление о том, что, ну, они хотят для своего благосостояния, там, долго работать и зарабатывать, или, на самом деле, качественно жить, и не работать, может быть, чуть-чуть более скромно, чем иначе. И, действительно, пандемия, ну, то есть, это прямо видно из данных, поминало предпочтение людей. Призошел такой шифт. Вот. И, значит, ну, вот вопрос, это как бы перманентный сдвиг для всех когорт, или это повлияло только на когорту тех, кого было за 55 во время пандемии. То есть, это мы через несколько лет узнаем, произошло ли, ну, возвращение к более высоким уровням занятости. Вот. Это то, про что я хотел рассказать. Да. Ну, одна очень важная мера, про которую мы не поговорили, это, ну, мы говорили, что в прошлом смотрели на рост людей как уровни благосостояния, потому что рост был скоррелирован сильно с потреблением. Вот. А сейчас смотрят на продолжительность жизни. Продолжительность жизни очень сильно скоррелирована с благосостоянием. И в этом смысле, когда, значит, ну, вот в каких-то странах происходит либо отсутствие роста продолжительности жизни, либо еще хуже падение, что происходит исключительно редко, то это, значит, должно сильно вызывать большие вопросы и у населения, и у политиков, которые эти проблемы должны решать, что даже если есть экономический рост, растут там даже зарплаты, доходы и так далее, но при этом продолжительность жизни не растет, то это, на самом деле, очень серьезный вопрос. Значит, ну, вот как раз в этом смысле Россия и во время конца Советского Союза, начиная где-то с 85-86 года, по-моему, 87-й был первый, потому что в 85-м была алкогольная реформа, а в 87-м ее отменили. Это антиалкогольная реформа Горбачева. И Советский Союз была одна из стран, в которой действительно продолжительность жизни колоссальным образом упала в конце 80-х, когда Советский Союз заканчивался и не восстановилась в 90-е годы, а для мужчин не восстановилась и после 90-х годов. И это как раз, ну, вот если мерить, помимо экономических последствий распада Советского Союза, то были вот эти колоссальные социал-демографические, которые явно влияют на благосостояние людей не меньше, чем уровни потребления. Да, и что, значит, конечно, важно, что одна из стран, в которых недавно произошло падение продолжительности жизни, по крайней мере для категории людей, не для всех в целом, а для категории, это США. И США вот по сравнению с Европой, несмотря на то, что она систематически, США растут быстрее, чем Европа, продолжительность жизни хуже, чем в Европе. И для некоторых категорий людей, это связано вот как раз с эпидемией этих обезболивающих наркотиков, которая там длится уже 20 лет, и люди, которые ее потребляют больше всех, они, это там типа middle-age мужчины с белым цветом кожи, в этих категориях произошло падение продолжительности жизни. И это как раз в некотором смысле самые неблагополучные в среднем категории людей, как оказалось, ну и одна из причин популярности Трампа, что эти категории людей как раз чувствуют себя брошенными в современном американском обществе, и это была одна из больших причин того, что они голосовали за Трампа в 16-м году. Естественно, сейчас это частично поменялось, частично нет, но вот когда благосостояние, оно становится не для всех, а для части населения, или какая-то часть исключена, то это, естественно, приводит к росту таких популистских предпочтений среди населения, и в этом смысле это одна, ну, одна из закономерных причин, почему Трампа выбрали в 16-м году. Вот, про что еще я хотел поговорить? Я хотел про еще несколько вещей поговорить. Ну, один вопрос такой, в каких условиях ВВП хорошая мера, да? И, значит, вот любопытно было, что как раз в 20-е годы эту меру придумали, потому что она очень хорошо отражала и структуру экономики, и структурные переходы, которые тогда были. Это был период перехода от сельского хозяйства к промышленности, и ВВП, и производительность труда, они особенно хороши для измерения дел в промышленности. Там их более четко можно померить, гораздо проще сравнивать, потому что мы можем более хорошо сравнивать качество промышленных товаров, и, значит, соответственно, производительность труда имеет много смысла, потому что можно сказать, ну, сколько товаров конкретного качества было построено конкретным количеством людей. Все это как бы сошлось вместе, и вот в 20-е годы придумали концепцию ВВП, чтобы измерять прогресс индустриальной экономики и производственные возможности индустриальной экономики. Но тут есть несколько условий, когда все эти измерения имеют смысл. Главное условие – это то, что мы находимся в рыночной экономике, потому что, как вот мы говорили, чтобы померить, агрегировать экономику, нам нужно ее агрегировать, используя цены. Мы не можем складывать яблоки, апельсины, станки, машины, эти самые прически, количество блюд, проданных в ресторане, не используя цены. А взвешивая по ценам, это все нам приводит к единому знаменателю, и, соответственно, мы можем это агрегировать. Но тогда вопрос возникает, а почему мы взвешиваем товары по их ценам? Какой смысл мерить товары? Почему, значит, тот факт, что килограмм яблок стоит 1 доллар, и килограмм апельсин стоит там 1,5 доллара? Какой смысл это имеет с точки зрения измерения ВВП? Почему мы это должны в каких-то долларов единицах? И вот как раз ответ на это – это то, что это рыночная экономика. И в рыночной экономике, когда ты идешь в магазин и покупаешь яблоки, это отражает твою полезность или твое благосостояние, рост благосостояния от потребления этих яблок. Потому что ты бы не стал их покупать, если бы они тебе соответствующее количество благосостояния не принесли. И как раз ты сравниваешь, как тебе потратить эту последнюю денежную единицу, доллар или какую-то другую денежную единицу. И, значит, поскольку ты делаешь это сравнение, то мы можем сравнивать разные товары по их ценам, потому что они отражают как раз предпочтение людей, которые делают выбор своей корзины товара, смотря на эти цены. Это как раз мы это обсуждали уже, это первая теорема благосостояния, которая нам это гарантирует. Но это результат более общий, что если цены рыночные, то мы можем по ним мерить объем производства в экономике с точки зрения благосостояния, которое это производство приносит. Значит, какие возникают автоматические проблемы. Есть одна старинная и одна новая. Старинная проблема связана с тем, что, ну, если ты не в рыночной экономике, то цены не отражают блэкстейна. То есть, может быть, цены либо занижены, то есть, государство может требовать, чтобы цены были на какие-то товары слишком низкие, либо вообще цены могут не отражать полезность, которую люди получают. То есть, в плановой экономике существуют какие-то цены, но они часто могут не соответствовать. Вот. И как то, что мы обсуждали, что если бы в плане могли бы построить такую матрицу большую, которая говорила, как распределять ресурсы, то эта матрица бы как раз дала не совсем то, что мы называем цены, но она бы дала теневые цены, которые государство должно использовать. И по ним тоже можно мерить выпуск. Но поскольку ни одна плановая экономика до конца до этого не дошла, они все равно используют какие-то цены. Просто цены, оказывается, не рыночные. Из-за этого измерение ВВП в плановых экономиках оно не вообще соответствует каким-то интересным показателям. Ну и классические примеры, если, например, государство хочет произвести очень много, сделать военных расходов, произвести много военной техники, то в целом это в потребление людей не попадает. Эти вещи, которые сделаны не по рыночным ценам, как правило, и значит непонятно, как их ВВП считать. Они для благосостояния населения не очень полезны. Другой пример – это если государство, например, заставит людей копать ямы, а потом зарывать их назад. И оно будет платить людям зарплату за это. Это будет частью ВВП, но никак не повлияет на благосостояние людей. Государство может такие вещи делать. И часто политика государства… Ну, перекладывать бордюры – это классический пример, когда можно… Всегда смеются над экономистами, что они приводят примеры с копанием ямы и их зарыванием, но это как раз вот укладывание бордюров – это один из классических примеров, когда даже несмотря на все взятки создается какой-то продукт, потому что людям заплатили зарплату за его производство, и это так или иначе каким-то образом попадает в ВВП. Но если рыночная цена была бы ноль у этого продукта, то оно должно было попасть с весом ноль и не считаться частью ВВП. А если это было сделано… Да, но с бордюрами их же еще кто-то произвел… Да, и вот этому человеку заплатили по ценам, которые не рыночные, а которые государство придумало. Это как раз пример, почему мерить ВВП в экономиках, где много такого рода производства, плохо. И вот как раз плановые экономики – это такой хороший пример. Точно так же это и рыночные экономики с огромным военным сектором или с огромным сектором государственного потребления, когда государство производит непонятно что. Это точно такие же примеры. Но это старинная проблема. Есть гораздо более интересная новая проблема с ВВП. И, значит, вот что произошло с экономикой, в которой мы живем последние, ну, более интенсивно 20 или 30 лет. Все большее и большее количество товаров мы потребляем, ну, услуг, скорее, потребляем по цене ноль. То есть, когда люди проводят время по Инстаграме, в Фейсбуке, в Снэпчате, в ТикТоке, на Ютюбе, они потребляют большое количество контента, который кто-то для них произвел, но для них это цена ноль. Понятно, что все эти платформы живут за счет работодателей, и там есть продажи рекламы, но реклама – это один из товаров, который на этой платформе продается. А есть другой товар или услуга, это вот развлекательная услуга, которую мы получаем на Ютюбе, или даже в тот момент, когда вы заплатили за подписку на Нетфликсе или на каком-то другом стриминг-сервисе, потом вы можете неограниченное количество часов смотреть фильмы там, то фактически вы получаете потребление по цене ноль. И вот ВВП совершенно не работает в условиях, когда цены на какие-то товары ноль, когда нету рыночной транзакции с положительной ценой. То есть, это вполне себе может быть предоставлено нам рынком, то есть, услуги Ютюба – это вполне рыночные услуги. Но многие из этих вещей мы получаем по цене ноль. И чем больше мы двигаемся в экономику, построенную на компьютерах, в которой все большую роль будет играть AI, в которой все большую роль будут играть роботы, там, где предельные издержки производства близки к нулю, то есть, в тот момент, когда одна единица произведена, вторую единицу, ну, то есть, как только фильм создан, неважно, сколько количество людей его посмотрит, да, а как только там, скажем, книжка написана, аудиокнига записана, это делается один раз, и предельные издержки распространения этого, они равны нулю. Чем больше мы живем в такой экономике, где все большее количество цен равно нулю, даже если вы платите подписку за какие-то сервисы и так далее, цена за каждую дополнительную единицу дальше равна нулю. ВВП перестает иметь смысл, да, и вот можно себе представить мир, как где все продукты будут относительно дешевые, там, еда будет дешевая, а самые дорогие вещи – это будет производство интертеймента для людей. И этот интертеймент будет фактически производиться по цене ноль, мы только будем там платить, там, в виде нашего внимания посмотреть рекламу за эти товары, да, то ВВП просто перестанет иметь смысл в такой экономике. И как бы с какой-то скоростью мы в том направлении двигаемся, пока в основном… Олег предрек скорое наступление коммунизма, в общем, я думаю, что примерно так себе его представляет. Но мы же как раз говорили сколько-то раз назад о том, что мир, в котором будет у компьютеров и роботов сильное абсолютное преимущество во всем над людьми, в некотором смысле ты можешь думать об этом как о мире коммунизма, но более правильно об этом мире думать, где есть абанданс, то есть излишек производства материальных благ, когда они перестают быть ограничивающим фактором. И проблема состоит в том, что никто не хочет нанимать труд. И вот как раз с чем миру придется, о чем придется думать много лет вперед, на десятилетия вперед, это как людей занимать. Будет ли это проблема? Найдут ли люди себе как бы какое-то призвание в таком новом мире? Причем это мир, в котором, скорее всего, у нас будет налогообложение роботов, налогообложение AI, и из этих налогов все будут получать довольно-таки высокий базовый доход. Опять, если фантазировать там на 50 или 100 лет вперед. Но что будут при этом люди делать? Это такая антиутопия тоже, которая вполне может нас ждать через какое-то количество десятилетий. Ну не нас, а наших правнуков. Что здесь очень интересно? Что, во-первых, нам придется придумывать что-то новое, помимо ВВП, чтобы это мерить, как бы рост благосостояния людей какими-то другими показателями. Где мы это уже видим, что это наблюдается, что мы видим, что основные инвестиции делаются фирмами, которые на самом деле не... Те товары, которые они производят, во многом не являются основными товарами, которые они продают. То есть, если мы думаем о Гугле или Фейсбуке, они производят новую продукцию, очень много в нее инвестируют. Но при этом результаты этой продукции они продают за ноль, а деньги получают за счет рекламы. И поэтому мы как бы меряемся... Для нас эти фирмы должны как будто бы быть в секторе рекламы. Хотя продукт, который они производят, и инвестиции, которые идут, они идут в виртуальную реальность, искусственный интеллект, augmented reality, metaverse. И это все, за что мы пока платим ноль. Но с точки зрения финансового рынка, куда направляются инвестиции, где капитализация компании большая, это в том, где, в принципе, ВВП сейчас фактически не производится, помимо рекламы. Что очень интересно, что в прошлом был некоторый момент, который чуть-чуть на это похож, но чуть-чуть не похож. И это был момент, когда люди перешли из производства дома в производство на рынке. То есть, вот раньше мужчина ходил на работу, часто было, а женщина основалась дома, и огромное количество услуг производила дома. И услуги, связанные с воспитанием детей, связанные с приготовлением еды, связанные со стиркой одежды. Во многом это лежало на женщинах домашнее хозяйство, и это не было частью рыночной экономики. То есть, за это не было монетарной транзакции, соответственно, это не было частью ВВП. И поэтому, значит, вот когда произошел переход, что большая и большая доля этих услуг стала предоставляться на рынке, а не внутри домашнего хозяйства, ВВП как бы сильно вырос. Поэтому в экономиках, где мало рынка, там как будто бы получается мало ВВП. То есть, если рынок не обустроен таким образом, чтобы люди очень много друг другу услуг предлагали, ну, например, значит, вместо того, чтобы получать услуги, как это называется, психотерапевта внутри церкови или там своего супруга-супруги, люди начали ходить к шинкам и платить им за это зарплату, это стало рыночной транзакцией, стало частью ВВП. Вот развитые общества, они все больше и больше делают специализации труда, все больше и больше услуг предоставляется через рынок, и это как бы приводит к росту ВВП. Поэтому во многих странах ВВП еще занижен, ну, из-за того, что многие из этих услуг мы не меряем. Вот очень классный и интересный пример, это когда появилась стиральная машина. То есть, до того, как были стиральные машины, все стирали дома, это было частью домашней экономики. После того, как стиральная машина появилась, они были настолько большие и дорогие, что это стало частью индустриального производства на самом деле. Что были стирки индустриального характера, куда люди приносили вещи, их стирали, и это было частью ВВП, как услуга, которую предоставляли специализированные фирмы. Но в какой-то момент технология стиральных машин так улучшилась, что они стали домашним агрегатом. И вот в тот момент, когда они стали домашним агрегатом, люди стали покупать стиральную машину, но каждая стирка перестала быть рыночной транзакцией. То есть, ты стираешь дома, это не рыночная транзакция, это ушло из ВВП. Поскольку у нас есть машина, то мы один раз ее покупаем, и это часть ВВП. И как бы структура сдвинулась. Вместо услуги, которые мы покупали, мы стали покупать агрегат. И это вот был такой интересный сдвиг, который мы можем мерить в данных. Это не слишком большой сектор экономики, но он чуть-чуть влияет на ВВП, как это происходит. Что интересно, что сначала ВВП как бы вырос из-за того, что это стали большой долей услуг, а потом снизился, когда мы просто стали покупать машины. Вот если мы подумаем про телевизор, то это делает ровно то же самое. Если раньше люди ходили там на концерты, в театр и так далее, то как только появился телевизор, то ты покупаешь телевизор один раз, это часть ВВП, но после этого ты получаешь очень много услуг от телевизора, находясь дома, и ты платишь ноль за это. И вот современная экономика, она все возможно, все больше будет походить на такую вещь. Вот. Последнюю вещь я расскажу, и нам, наверное, надо закругляться. Значит, действительно, страны часто меряют свои успехи по росту ВВП. Почему страны это делают? Потому что все остальное померить намного сложнее. То есть, естественно, нам бы хотелось мерить напрямую благосостояние, но поскольку это сложно, мы меряем ВВП. Гораздо более, как бы получается, объективный показатель, нам не нужно на субъективные оценки операции, это реально вот количество товаров произведено, мы используем цены, чтобы их совместить, потом как бы делим на уровень цен, чтобы убрать эффект инфляции оттуда, если все цены растут, и мы получаем меру, значит, вот реального выпуска экономики, то, что должно отрождать ВВП. Если выпуск растет, это как бы хорошо, потому что можно больше потреблять. Но вот что очень интересно, в частности, корейский президент, это как раз было в 60-е годы, по-моему, 62-й, 63-й год, он, значит, назвал 62-й год годом, когда нужно сильно работать. А 63-й год он назвал годом, когда нужно работать еще сильнее. И вот смысл был, что была некоторая сама цель в росте производства, в удвоении ВВП и так далее. Люди должны были много работать и как бы не очень много потреблять. Фирмам запрещали повышать работу людям, фирмы должны были держать рост зарплат низким, и чтобы люди много работали. Это как бы вот такая индустриальная... Повышать зарплату. Запрещали повышать, да, извини, зарплату. И это, значит, была такая индустриальная политика, которая такая была устроить такой sweat shop, где люди очень много работали, это приводило к росту ВВП, и в дальнейшем это должно было привести к росту экономики и росту благосостояния. Но вот когда мы смотрим на такие эксперименты, которые многие страны делают, это Корея была не вполне демократической страной, это вполне себе была такая рыночная диктатура. И президент как раз был, как же его звали? Ли президент. И вот от его дочка, ей был объявлен импичмент около 10 лет назад. А это был как раз ее папа, и он был вполне себе авторитарного типа президента. Действительно, Корея выросла. Но когда мы смотрим на такие эксперименты, мы на самом деле не знаем, Корея, когда она росла, это была как бы хорошая вещь, что она таким драконовскими способами росла, или это было на самом деле за счет довольно-таки низкого благосостояния людей. И вот для отдельных стран у нас есть оценки. Например, есть довольно-таки знаменитая статья, которая делает такие оценки для сталинской индустриализации. Ну это, кстати, статья, там много с авторов, Гуриев, Сонин, Голосов и Черемухин. Значит, это как раз статья, которая пытается использовать современные экономические методы, чтобы посмотреть на исторический эпизод. У нас есть такой раздел науки, который этим занимается. И посчитать, какие были альтернативы на тот момент. Можно ли было тот же самый рост иметь, но менее драконовскими способами. Ну и вот ответ оказывается во многих случаях, что политика государства, которая построена на чрезмер... ну как бы построена, заточена на рост ВВП, она часто идет за счет благосостояния людей. То есть люди там должны смириться с каким-то рядом ущемлений, которые больше, чем те, на которые бы они добровольно захотели бы пойти ради роста потребления. Вот. И это, в общем, довольно интересно. Можно сделать разных стран. Можно смотреть на период роста в Китае, насколько у этого есть такие же свойства и статьи есть на эту же тему, и так далее. Вот. Но при этом, поскольку для людей все равно померить ничего другое нельзя легко в реальном времени, вот в моменте, то все равно многое политика, она заточена на этом. Но в частности в Китае, значит, повышения политические получались как раз, если регион показывал хороший рост ВВП, то, соответственно, лидер этого региона получал продвижение по партийной линии и мог работать в регионе повыше и потом дойти до центрального аппарата. И вот китайский рост, он как раз был построен на политических стимулах такого характера. Саша, у тебя есть какие-то вопросы для меня или у меня есть еще одна минута на что-то дополнительное? Я единственное, что хочу сказать, что президент Кореи, которого ты имел в виду, зовут Пак Чон Хи. Пак, не Ли, а Пак, прошу прощения. Ли, это был один из его причастников. Да, 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 президент Пак. И, соответственно, дочка его тоже президент Пак, но имен я, конечно, не помню. Вот, да. Ну, последнее, о чем я хотел сказать, что, конечно, очень важная концепция с точки зрения экономистов, да, вот про что я забыл сказать, что экономисты, они, поскольку хотят давать советы политикам, то их очень сильно интересуют вопросы общественного благосостояния, как его померить. Ну, вот как я вам раньше говорил, что по идее экономисты должны сказать, вот выбор, вот меню, из которого можно выбирать, а дальше политический процесс должен понять, какой из выборов население предпочитает, да. То есть, ну, например, когда пандемия, в каких-то обществах люди хотят сидеть дома, не выходить на улицу, быть в масках, и чтобы меньше людей заболело, а в каких-то обществах люди могут сказать, ну, нет, это окей, что кто-то заболеет, нам гораздо важнее свобода выходить на улицу. И это некоторое решение, про которое экономисты не могут посоветовать. Они могут сказать при издержке, связанной с тем или иным решением, но дальше общество должно, по идее, само сделать выбор, да. Но, тем не менее, экономисты любят давать советы, и чтобы давать советы, им нужно, как бы, сказать, как они агрегируют благосостояние. Вот поэтому среди экономистов такой большой фокус на, не просто на предсказывать, как бы, пытаться предсказать, что произойдет с экономикой, но и говорить, что будет хорошо для населения, а что будет плохо, и, соответственно, советовать политику на основе этого, да. Вот, и, ну, соответственно, естественно, если рост хорошо, то экономисты часто любят думать о политиках, которые ускоряют рост. Но вот что любопытно, что в целом есть некоторая идея, что страны должны, отстающие страны должны догонять страны, обгоняющие, просто потому, что они могут копировать то, что удачные страны делают. И в этом смысле, ну, то есть, во-первых, можно накапливать капитал, и накапливать капитал проще, когда его мало. А во-вторых, можно копировать идеи из более развитых стран. И в этом смысле мы ожидаем некоторое схождение по уровню ВВП и по уровню благосостояния в мире, и, как бы, это вполне естественный процесс. Вот. В данных оказывается, что этого не так много, что вот этого схождения между странами, что в течение сотни лет часто оказывается так, что вот этого convergence, или схождения между стран не происходит, и те страны, которые были развитыми или более богатыми сто лет назад, большинство из них так и остаются опережающими, а те страны, которые были, соответственно, отстающими, остаются отстающими даже сто лет спустя, иначе это огромный вопрос в экономике понять, почему так происходит. Вот. Но, тем не менее, бывают некоторые исключения. Из этого страны показывают вот то, что мы называем экономическое чудо, когда страна из отстающих, на самом деле, ей удается догнать. И вот что-то похожее было с Чили в какой-то момент, с Южной Кореей. Как бы большой вопрос, насколько Китай сможет закончить этот транзит. Но вот тут очень важно, что в таких странах, как правило, встает дилемма между, значит, высоким уровнем благосостояния и высоким уровнем роста. Да. Это часто выбор, который вот странам надо делать. Это ровно почему я говорил про Южную Корею, что, значит, одна из интерпретаций того, что они делали, это за счет того, что вот текущее поколение должно было сделать жертву, они, значит, догоняли другие страны, чтобы следующие поколения, ну, как бы жили лучше. Значит, ну, мы до конца не понимаем, то есть Корея выглядит как случай успеха. Есть очень много стран, которые пытаются использовать активную политику, и это к успеху не приводит. Но Корея выглядит как случай успеха. Вот. Но до конца сложно с уверенностью знать, что это, значит, не было одно поколение, принесенное в жертву ради благосостояния будущих поколений. Вот. То, как устроен политический процесс в либеральных демократиях, он скорее похож на обратное. Это когда текущие поколения стариков на самом деле принимают политики, политику, которая плоха для будущих поколений молодых людей. В частности, когда страна берет ногу в долг, это ложится, естественно, бременем на будущие поколения. Это как раз обратная той вот стратегии роста, которая была там и в Корее, и сейчас в Китае. Это такие стратегии, которые как бы на будущее нету долга. Наоборот, ты очень много производишь, мало потребляешь сегодня, чтобы следующие поколения жили лучше. Ну вот поэтому, значит, один из тезисов это то, что люди старше какого-то возраста просто, ну, не должны, наверное, принимать решение о том, в каком направлении двигается страна. Поэтому я очень за возрастной ценз на, значит, в... Господи, я нашел себе сторонника. Да, в политике. И так мало, на самом деле. Я тоже выступаю за возрастной ценз. Я за то, чтобы отправить всех стариков отдыхать на полное обеспечение. Езжай куда хочешь, вообще, на Канарские острова, сиди там. Только не принимай никаких решений, пожалуйста. Да, но сто процентов. Но логика дополнительная в этом, что решения, принимаемые сегодня, в первую очередь влияют на благосостояние людей, которые будут жить в будущем. Именно поэтому, да. Не потому, что они плохо делают в сегодняшнем... Они делают хорошо для себя и для своих... Мы люди пожилые гадим по следующим поколениям. Я это отчетливо осознаю и готов прямо сейчас выехать на Канарские острова. Да, и вот когда мы думаем и о политике Европы, и во все большей мере о политике Америки, это как раз политика стареющего населения, где молодежь принимает мало участия в политической жизни и в выборе политики. И это, конечно, очень плохо для молодежи, что она это не делает. Поэтому, ну, другая вещь, что молодежь должна гораздо более активно голосовать. Ну, вот, в частности, очень интересный вопрос для людей, которые живут в Америке. Кто представляет интересы молодого населения в Америке? Кто из политиков вообще? То есть, если раньше... Сейчас два как раз самых наиболее таких. Да, нет, но даже если мы раньше бы говорили, то многие говорили Берни Сандерс. Но Берни Сандерс ему самому 78 или 79 лет. И почему он представляет интересы молодежи, большая загадка. В этом смысле во многих других странах, ну и в Канаде, и там в Южной, в Новой Зеландии, и во многих европейских странах есть молодые политики. И это, конечно, очень сильно радует. В частности, кстати, в Германии относительно молодое поколение политиков это существенно более интересно. То есть, может быть, произойдет какое-то оживление в этих странах в связи с этим. Вот, кажется, мы кучу всего обсудили, можно завязывать на сегодня, да? Спасибо большое, дорогой Олег. Я что хотел сказать на прощание нашим зрителям, это, во-первых, поставьте лайки, обязательно, по-моему, Олег более чем заслужил. Вот, а во-вторых, дорогие друзья, под этим роликом есть комментарии, в них можно задавать вопросы как по материалу сегодняшней лекции, так и по материалу лекциям прошлых выступлений Олега, так и вообще совершенно не связанных, вдруг там будут интересные вопросы. Сначала я Олегу отберу, а потом он их выстроит по ранжиру, и те, которые мы успеем в следующий раз обозреть, вот на них Олег и ответит. Так что, чем выше качество вопроса, тем больше у него шанс прозвучать и получить освещение в нашем следующем выпуске. Спасибо, дорогой Олег, Олег Искоке, лучший лектор всех времен народов. Пока, хорошего дня.